В начале этого разговора, когда мы только говорили про Адаму и ловушку для сатаны, я читал вам, приводил вам цитату из Уитнес-Али, которая говорила о том, что у Бога было на самом деле две цели. Одна цель была отрицательная победить сатану, а вторая цель была положительная, добиться выражения себя полноценного через человека. То есть у Бога была не просто некая внешняя цель победить своего врага, но еще и внутренняя цель Богу самому зачем-то нужно было, чтобы человек был нейтральным. И вот давайте посмотрим, зачем Богу это было нужно. У Уитнес-Али есть такое учение, которое называется «Учение о сыром и приготовленном Боге». О сыром и приготовленном Боге. Вот давайте с вами попробуем понять, что это означает. Из приведенных выше объяснений Уитнес-Али мы понимаем, что человек был сотворен только потому, что Бог хотел с ним слиться и таким образом выразить самого себя. Ну, еще победить сатану тоже. Уитнес-Али пишет «В самом начале Писания видно, как Бог создает человека центр всего мироздания, чтобы выразить себя. В своем домостроительстве Бог предполагал, что человек выразит его как центр всей его вселенной». Ну, опять же, такая очень общая фраза. Мы попробуем понять, зачем все-таки это Богу нужно. Уитнес-Али описывает процесс таким образом. «До того, как процесс приготовления начался, все продукты сырые. После двухчасовой готовки продукты завершены в кушании. До своего воплощения Бог был сырым, имея божественную, но не человеческую природу. Через воплощение, человеческое житие, распятие, воскресение и вознесение Бог был приготовлен и завершен. Теперь он уже не сырой Бог. Он завершенный и полный триединный Бог с божественной человечностью, человеческим житием, всеобъемлющей смертью, мощным воскресением и необыкновенным вознесением. Это все составные части приготовленного и завершенного триединного Бога». Для того, чтобы стать законченной и завершенной, божественная Троица должна была пройти через процесс приобретения человечества, как своей составляющей части, имея только божественность, божественная Троица не была бы завершенным триединым Богом. Чтобы стать завершенным и законченным триединым Богом, ему нужно было как человечество, так и божественность. И вот здесь как раз начинается, попадает в эту картинку нейтральный человек. Именно падение человека, именно слияние человека с сатаной, дало Богу возможность пройти через все этапы воплощения, воскресения, вознесения и так далее. Все, что было необходимо для того, чтобы стать завершенным и полноценным Богом. То есть, казалось бы, почему Бог не сотворил человека сразу полноценным? А потому что тогда не нужно было бы умирать, воскресать, возноситься, и завершенности он бы не достиг. И тут поневоле вспоминаю, что о чем мы говорили у мормонов, что все было создано по всемогуществу, по великой мудрости Бога. Адам пал, только в данном случае не чтобы человечество могло быть, а чтобы Бог достиг своей цели слияния Бога с человеком. Предав сына на смерть, как полагает Уитнес Ли, этот Бог действовал не столько из любви к миру, и не из любви к человеку, а из стремления к собственной завершенности. Смерть Христа привлекательна и драгоценна. Она была необходима Триединому Богу для его законченности и завершенности. Божественная Троица, конечно, всемогуща, но без этой прекрасной смерти она не могла бы разрешить нашу проблему. Ему она необходима. До тех пор, пока Триединый Бог не достигнет нашего духа, он не прибудет к своему пункту назначения. Чтобы достичь конечного пункта, Триединому Богу нужно было пройти через человеческое житие, смерть и воскресение. Более того, Уитнес Ли пишет вообще совершенно замечательную вещь. Он говорит о том, что все, вообще все, что Бог делает, подчинено именно этой цели, достижению момента слияния себя с человеком. Бог в вечности планировал, согласно своему сердечному желанию, достичь цели слияния себя с человеком. Бог во вселенной имеет одну эту волю – проникнуть в человека и слиться с ним. Его творение, искупление, освящение и все другие аспекты его труда существуют ради одного этого намерения. Это единственное желание его сердца во вселенной, это единственная цель, это основной принцип всего его труда в Новом Завете. Получается, что Бог создал человека и умер за человека, и вошел в человека вовсе не из любви к нам, а потому что ему это было необходимо. Это единственное его желание, единственная его воля. Он этого хочет, и он в конце концов свое получил. Однако интересно, что даже после вхождения в человека Бог еще не достиг окончательно своей цели, потому что высшим итогом, высшим идеалом слияния Бога с человеком является не слияние Бога с отдельными людьми, а единое Бога-человечество, когда возникает не просто некое огромное множество совокупных Бога-людей, а когда появляется один большой Бога-человек, совокупный, хотя и состоящий из многих элементов, но живущий вместе. И это происходит в небесном Иерусалиме. Витнес-ли пишет об этом таким образом. «Святой город – это совокупная личность, и этой совокупной личностью является супружеская пара, приготовленный триединый Бог и преобразованный трехчастный человек. Это дух и невеста, ставшие одним целым. Божественности человечества находятся в браке друг с другом, в браке друг с другом, слиты друг с другом, чтобы стать одной сущностью. Святой город – это совокупная личность, совокупный великий Бога-человек». Подводя итог к всему, что мы с вами сказали, получается совершенно замечательная вещь. Совершилось три вещи. Бог достиг своей цели, или, по крайней мере, уже приблизился к ее достижению. Осталось только собрать всех людей в Новый Иерусалим. Он достиг своей завершенности, по крайней мере, в рамках нашего духа. Второе. Без воплощения Бог не мог бы войти в человека, поэтому падение человека и воплощение Бога во Христе открыло возможность для совершенствования Бога, для вот этого дальнейшего слияния. И третий момент, как еще одна хорошая вещь, попутно был уничтожен еще и враг Бога-сатана, который мешал всему этому предприятию. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры подогнал «Симон» «Молитва и финансами»